ну что ж друзья мы будем начинать всем кто нас смотрит добрый вечер мы рады вас приветствовать на нашей онлайн-встрече которая была подготовлена совместно с IT Network и Analyst 2 и сегодня мы рассмотрим вопросы которые студенты очень часто задают а именно как найти первую работу как ее совмещать с учебой как расти профессионально и поэтому для этого мы пригласили трех экспертов которые будут отвечать на эти вопросы а также у нас есть специальные гости которые поделятся своим опытом и кейсами и для начала я перед тем чем представить наших экспертов я скажу что если у вас есть вопросы вы можете их оставлять в чате и мы будем озвучивать экспертам и эксперты будут отвечать ну и теперь я передам слово первому из них начнем с Артура Артур представься пожалуйста всем привет меня зовут Артур Селецкий у меня большой опыт работы в IT в IT уже порядка 20 лет свой карьерный путь я прошу от учителя внимания информатики и трудовых дисциплин пусть трудовиком был далее у меня был опыт работы системным администратором после чего стал инженер-технологом инженер-программистом потом работал программистом через какое-то время пришел в бизнес-анализ и тут уже в свою самую осознанную жизнь я провел бизнес-анализ порядка 18 лет также работал на уровне и руководителя проектов и операционного директора и директора проекта офиса и так далее много еще интересного было вещей в моей карьере также я один из основателей сообщества t-network очень много проводим и вот там не только для студентов но для всех специалистов занимаясь менторством студентов дважды был вышел финал на конкурсе те ворс в 2017 вышел финал как лучший бизнес-анализирующий год в прошлом году как лучший руководитель проекта года вот что еще делаем курсы веду курсы делаем конференции выступаем на конференциях менторе студента начинающие специалистов кратко все могу дольше хорошо даст артур спасибо передаю слово оле да да приятно друзья меня зовут оле черкасова я руководитель департамента по бизнес-анализу в компании softech development в минске я занимаюсь бизнес-анализом с 2011 года и сертифицированный профессиональный бизнес-аналитик и в свободное время в виде хобби я веду инстаграм-блог о бизнес-анализе буду рада сегодня с вами поделиться своим опытом и опытом взаимодействия со студентами бизнес-аналитиками отлично спасибо оля и слово маши всем привет всем доброго вечера украина белоруссия я рада что у нас сегодня такая много целевая аудитория особенно рада видеть наших студентов коротко о себе свою карьеру я начала еще тоже будучи студентом после третьего курса но это был человек оркестр как мы все в то время начинали я была системный администратор бухгалтер один из программист ну и главное куда пошлют как повезет потом после защиты диплома я уже ушла именно в чистой айти начинала как инженер поддержки потом программирование тестирование управления проектами бизнес-анализ программирование тестирование управления проектами и так по кругу вот этот круги никак разорвать не могу уже 14 лет хотя основная точка остановки у меня пока бизнес-анализ вот уже больше десяти лет тоже являюсь как и артуру участником очень многих сообществ конференции выступаю достаточно много последнее время автор своих нескольких курсов работаю сейчас как старший преподаватель в львовском университете эти степи вот пытаюсь привить светлое доброе студентам в виде бизнес-анализа пока сопротивляются но надеюсь что все-таки что-то из этого получится сессия покажет кто таки выжил да это точно хорошо маша спасибо тогда перейдем сразу к вопросам чтобы не терять время и первый из них это этот вопрос звучит как я студент как мне найти работу эксперты кто начнет артур как я вообще нашел свою первую работу это было довольно таки давно это было 90-е годы я тоже был студентом в то время я видел большим спортсменом четко по нему начал на курсе втором начал понимать что вот я занимался бейсболом бейсбол украине так как в америке можно зарабатывать деньги поэтому начал думать а что же я могу всегда я задумал просто что меня мотивирует что же я хочу это же есть начиная студенческие годы я сразу что же я хочу что же я умею собственно я начал играть в кв начал петь в группе первую работу я получила пошел сказать вот в клуб мы там повыступали пришел и спрашиваю у вас есть какая-то работа для студентов ну вот мне предложили быть эмси этого и тусил зижняк устроил и так далее что касается первой профессиональной работе это была школа в город ровно западная украина работал я учителем трудов и информации как я нашел свою первую работу все очень банально я пошел просто в школу спросила есть какая-то работа вроде как бы хочется понял что надо чем-то зарабатывать на жизнь мне очень нравилась там педагогика очень сильно вдохновили преподаватели в университете я ввел это наверное будущее когда я начал работать в школе понял что тяжело и слишком мало плачево что касается где сейчас можно найти работу для студентов сейчас как мне кажется намного больше возможностей во первых сейчас в наше время очень много разнообразных ивентах на которые в принципе тоже очень много приходят студенты и там тоже ищут работу на эти же ивенты те же конференции метапы приходят и много HR специалистов которые направлены на поиск сотрудников и это первое второе если вы ищете работу спрашивайте везде со статусы первое резюме найдите ментора который вам поможет ментор есть там немножко позже будем говорить который вам поможет развиваться в профессиональном своем направлении но в первую очередь определите что для вас интересно и чем вы хотите заниматься минимум на протяжении своих там пяти лет то есть что вас больше всего вдохновляет вот поиск работы в украине есть несколько сайтов которые я лично использую для поиска работы это вот и работа вверх от хантера сейчас долго надо посмотреть где еще студентам можно искать работу кроме нетворкинга и сайтов работы да в принципе везде пробуйте приходить в компанию и спрашивайте если работа ищите друзей которые работают в компаниях и пытайтесь тоже говорить о том что хотите найти работу пытайтесь вступать хотя бы на первое собеседование сразу скажу что не расстраивайтесь когда вы не проходите собеседование тут важно понять что вы получили обратную связь почему конкретно вы не подошли где-то на прошлой неделе в среду мы разбирали четко что нужно сделать что пройти собеседование в двух словах скажу что в первую очередь это не переживайте и изучите компанию в которую вы идете вот кратко в принципе все девочки слова когда я наверно продолжу да на самом деле я не работала когда я была студенткой когда я была студенткой я училась параллельно в двух местах первое мое образование вообще не имеет никакого отношения к айти я энергетик я заканчиваю энергетический факультет белорусского национального технического университета и параллельно начиная с третьего курса я училась в университете институте иностранных языков я каждый день изучала английский язык у меня были пары в одном университете а после обеда в другом университете второе мое образование переводчик референс английского языка так что у меня не было физической возможности еще и работать но тем не менее году который я провела в университете уже рефлексируя потом я поняла очень грамотно инвестировала в развитие своих других навыков которые мне пригодились возможно для вас это будет интересно но в беларуси до сих пор существует советская система распределения специалистов если вы учились на бюджетном месте в университете то после этого вы обязаны два года отработать на том предприятии куда вас распределять распределение довольно интересная штука не всегда везет распределиться туда куда вы хотите мне не очень повезло и слава богу мне удалось этого места довольно безобидно сбежать через некоторое время я попала куда я хотела но задачи которые я выполняла имели никакого отношения к тому чему я хотела я хотела заниматься международными отношениями а по факту я занималась экселем и базами данных и как раз так получилось что вся моя работа сводилась тому что я выявляла требования бизнеса и передавала их компании которая разрабатывала специализированный софт таким образом подневольно я стала заказчиком в лице того что мы понимаем как бизнес аналитики заказчик через некоторое время компания подрядчик которая вот перерабатывал от меня эти требования она поняла что он виде наверно продолжать нельзя и нужно меня чуть-чуть подучить так меня познакомили с учебником видерса и дальше пошло поехало через некоторое время я уже устроилась в эти компанию работать бизнес аналитик за это время я столкнулась достаточно большим количеством студентов которые начинали свою работу в эти компания уже с третьего курса в основном это программисты бизнес анализ в беларуси как прям специальность отдельная довольно редко где встречается сейчас он уже стал популярнее сейчас есть несколько университетов где подают такую специальность но когда я начинала такого вообще не было было что-то похожее на управление информационными ресурсами и понимая уже сейчас высоты как бы опыта что там в принципе про бизнес анализ там в принципе про управление проектом но даже сами преподаватели наверное не совсем понимали что они преподавали поэтому ребята которые заканчивали в то же время как и я университет они получили знания но не все сразу поняли как правильно можно применить на рынке и что и можно стать бизнес аналитиками или менеджерами проекта тем не менее сейчас их много они начинают работать уже где-то 3 4 5 курсов компании открытые студентам они готовы их набирать точно так же как и сказал артур у нас тоже есть ярмарки и своеобразные вакансии то есть возможные открытые конференции для новичков войти для только учиться разных компаний и чары они выступают с докладами они рассказывают рекомендации как составить резюме как завести аккаунт в инкедине как правильно общаться с эйчарами как пройти собеседование то есть они делятся этой информацией в открытом доступе и студенты активно подходят к стендам компании собирают свои резюме и если есть подходящие позиции то с радостью эти компании с ними общаются поэтому добавлю что тому что сказал артур это все рабочие способы единственное отличие что мы ищем в основном у нас точно также есть headhunter и у нас есть сайт dev.buy это те места где можно искать работу плюс еще многие компании не публикуют открытые вакансии а на самом сайте компании вакансия может существовать поэтому тоже хороший совет если вы знаете какие-то компании IT то попробуйте зайти на их сайты особенно те которые с расширением buy потому что международные сайты как правило имеют международное разрешение типа com а вот именно на сайтах с разрешением buy много вакансий и иногда их нет нигде в другом месте плюс используйте активно сеть linkedin обязательно заведите там хорошее резюме и добавляйте в друзья других аналитиков и эйчаров общайтесь с людьми общайтесь с эйчарами эта сеть работает в беларуси очень активно спасибо отлично на самом деле я тут наверное добавлю к артуру и уле еще один такой неплохой способ это мониторинг стажировок сейчас по львову как минимум очень многие компании большие маленькие без разницы открывают вакансии для стажировки не далее как в прошлой осенью я занималась именно набором персонала который готов был обучаться java это могли быть студенты это могли быть так называемые свечеры то есть люди которые вообще из другой сферы приходят войти и мы вкладывали в них и время и свои ресурсы для того чтобы подтянуть и это работает это работает действительно классно второй способ он немножечко дольше но скажем так как он еще и позволит вам дополнительно записать строчку в резюме это курсы при крупнейших компаниях очень многие курсы позволяют в виде у нас это называется лабы то есть лабораторные они позволяют мало того чтобы получить реальный боевой опыт потому что туда выносятся реальные проекты либо куски реальных проектов насколько можно это сделать и ребята оттачивают свои навыки на реальных задачах потом лучше из лучших естественно получают афера на компанию соответственно с одной стороны да это может быть инвестиция потому что некоторые курсы платные но да с другой стороны это инвестиция ваше будущее и при условии хорошего результата у вас фактически готово ваше первое место работы ну а с рекрутерами и чарами советую интенсивно дружить и не ругаться даже если вы уже не студент потому что люди в принципе полезны в своей жизни и вот это вот украинское свой к своему за своим да с виду своего по свое оно работает везде то есть круговая порога и правила пяти рукопожатия заводите как можно больше знакомств именно с профильными специалистами оно здорово потом поможет да это точно спасибо маша друзья я напоминаю что вы можете оставлять свои вопросы в чате и мы их зачитаем и зададим нашим экспертам поэтому не стесняйтесь вопросы приветствуются да что еще хотелось добавить есть такая классная штука как менторские сессии которые устраивают разнообразные компании в том числе когда-то три года тому ну такая же инициатива началась в компании лизард софт вот что она дает там тоже как у нас происходило собираются все студенты которые хотят поучаствовать они разбиваются в группы и начинают прорабатывать ответный проект при том ну и менторов их направляет что нужно делать что это такое и как возможно через это получить работу а также интересно что кейс о том можно ли бросить работу и назад вернулся в обучение без работы нам расскажет Юлия Дегтярева Юлечка тебе слово всем привет меня зовут Юля да и на данный момент я учусь в магистратуре по специальности экономика и параллельно еще по специальности проектный менеджмент вот на первом курсе своего университета когда училась на специальности информатика я не думала ни о чем кроме учебы наслаждалась прогулками по городу была как типичный студент но как только закончился первый год я поняла что хочу финансовой независимости от родителей и пора бы искать работу по специальности но тогда я понятия не имела как это сделать начала расспрашивать друзей старшекурсников кто где как устроился как они где стажировались и тому подобное и мне удалось найти лабораторию проектов где были позиции на фронтенд разработчика я взяла подругу и вместе мы пошли в эту лабораторию чтобы посмотреть собственно что к чему и попробовать себя в роли разработчика попробовала мне понравилось поняла что писать коды это совершенно не мое я хочу работать в IT но поскольку я большой экстраверт мне нужно постоянное общение с людьми начала искать какие-то другие возможности и поняла что в принципе наверное мне подойдет позиция проектного менеджера у меня горели глаза думала что делать дальше пошла с подружкой пить кофе и случайно встретили знакомого преподавателя который рассказал о том что создается стартап инкубатор и туда нужны проектные менеджеры для нас это слово звучало супер круто мы решили что нужно пробовать вот там я набралась опыта все было супер но единственное это не касалось IT вот я хотела все таки работу в IT и что произошло потом вместе с по инкубаторам как раз таки открывалась вот лаборатория о которой говорит Артур но на тот момент я была только студентка я закончила только второй курс и в принципе на должность проектного менеджера набирали только магистров вот как раз таки с той специальности на которой я сейчас учусь соответственно я не проходила по требованиям я пошла к организатору говорю давайте так я соберу команду а вы мне дадите возможность поучаствовать потому что я не хочу быть разработчиком я хочу быть PM но мне разрешили собственно этим я и занялась собрала команду у нас было 7 человек полная команда и все лето мы работали вместе с Артуром над проектом Артур нас менторил рассказывал там где какие есть ошибки у нас было очень много провалов мы не сдавали спринты вот и нам сказали в августе что проект закрывается мы пришли на встречу и мы были немножко расстроены потому что мы понимали что мы не до конца сделали продукт и тут нам говорят что наша команда победила и наша команда вся получает офферы на работу мы были немножко в шоке потому что не могли понять как так могло произойти и нам сказали что основной целью было посмотреть умеем ли мы работать вот у нас получилось это показать и вот собственно таким образом я получила свой первый опыт и попала в компанию Lizardsoft на позицию бизнес аналитика на PM меня тогда не взяли потому что все таки чтобы быть PM надо немножко поработать аналитиком или кем-либо еще в команде набраться опыта вот потом я начала думать о том что хочу-ка я еще постажироваться где-нибудь за границей начала подавать заявки на разные программы и в Канаду и в Польшу куда только не подавала и получилось так что две заявки я подала которые как бы принесли мне победу мне удалось выиграть трехмесячную стажировку в Канаде по это был университет Макгила он ходит в топ 35 университетов мира и это была исследовательская стажировка на лето и параллельно я еще выиграла летнюю школу в университете Торонто вот и тоже туда поехала вот но нужно здесь был кейс нужно было как-то договориться с компанией чтобы меня не увольняли вот я подошла рассказала что я хочу продолжать работать в этой сфере это всего лишь на лето вот и меня отпустили на работе кстати было очень много кейсов когда ты особенно только-только приходишь как бы ты получил свой первый оффер приходишь садишься тебе дают кучу бумаг и говорят вот держи я сижу и вообще не понимаю что с ними делать сижу и сижу думаю почитала бумаги думаю ну интересно что за кейс встаю подхожу к Артуру и говорю Артуру а что с этим делать собственно как бы Артур тогда уже начал вводить в курс рассказывать как нужно работать аналитику и так далее суть в том что если чего-то не понимаешь что и как делать нужно задавать вопросы потом я поработала аналитиком два года получается вот до конца бакалаврата и начала думать о том что мне немножко все-таки хочется быть комплексным аналитиком что я подразумеваю под комплексным аналитиком это аналитик который вот работает с требованиями плюс аналитик который принимает решения по продукту на основе данных и вот этот так называемый data driven подход я решила как бы очень комплексно развить поэтому приняла очень сложное для меня решение бросить работу и уйти учиться учиться основательно как раз таки сейчас специальность экономика но мы именно учимся принимать бизнес-решение на основании данных и вот как раз таки вот сейчас я чувствую что я наконец-то набираюсь вот тех самых знаний которые в комплексе дадут мне еще более больше конкурентное преимущество и позволят более серьезно подходить к работе над продуктами Ну, Привер, спасибо за твой кейс у меня к тебе два вопроса небольших я думаю они будут интересны также аудитории скажи пожалуйста а что было самое-самое сложное на первой твоей работе? на первой работе самое сложное именно в лизерд софт в лизерд софт самое сложное ну вот в начале я не понимала что делать это было сложно и первые мои встречи когда я прихожу на встречу с клиентами ты начинаешь что-то рассказывать я думаю боже мне сейчас нужно говорить а я боюсь сказать что-то неправильно думаю все сейчас подведу команду там что что будет я не знаю что говорить какой-то такой ступор но потом со временем как бы это все прокачивается но вот в начале было сложно научиться брать на себя ответственность наверное в самом-самом начале скажи пожалуйста как ты думаешь что помогло тебе найти ту работу на которую ты пошла что помогло самое главное что помогло то что я пробовала много разных вариантов потому что если бы я не попробовала работу программистом я бы не поняла что мне это не подходит если бы я не побывала там вот в инкубаторе то я бы не поняла что я все таки хочу именно войти поэтому вот этот комплекс разных подходов и проб и ошибок методом проб и ошибок так получилось как раз таки вот найти как раз ту золотую средину спасибо Юля я очень люблю повторять одну фразу на украинском сначала про гамера очень складно звучит помоляйся але не зупиняйся то есть ошибайся но не останавливайся да вот поэтому я тоже всем рекомендую пробуйте во всех начинаниях не бойтесь ничего страшного нет пойти на собеседование рассказать о себе и попробовать получить первую свою работу не огорчайтесь если у вас с первого раза не получится это нормально даже уровень синего специалистов идут отказы вот часто даже мне тоже идут отказы у меня уже большинство отказов идут как оверпалифай то есть слишком умные поэтому иногда хочется испортить свое резюме вот мы переходим к следующему вопросу это как же перейти испытательный срок первый раз первый был я теперь давай начнем с Машеньки Маша какие твои рекомендации как же сделать так чтобы пройти свой испытательный срок на самом деле наверное 90% испытательных сроков проваливается только потому что неважно это студент или просто молодой специалист или опытный специалист не уточняет ожидания а что от него ожидает на выходе с испытательного срока как будут мерить что испытательный срок таки пройден да то есть никто не говорит сразу запрашивать у руководителя или ментора который с вами будет работать на испыталовке умными словами KPI таргеты голы спросите по-человечески а как мне понять что я иду в том направлении где заветное закрытие испыталовки просто уточняйте вы аналитики если вы пойдете в сторону анализа аналитик в первую очередь всегда валидирует ожидания работает с именно ожиданиями заинтересованных сторон и никогда не думайте а потом и вторую рекомендацию хочу дать запомните одну простую вещь дурных вопросов не существует если вы боитесь задавать вопросы вам в принципе не важно какую стезю вы выберете вам будет очень сложно если вопрос возник значит он должен быть задан да иногда кто-то может не сдержаться фейспалм нормально но бывает не всем удалось в этой жизни получить хорошее воспитание бывает относимся к пониманиям и тем не менее вопросы задаем для меня очень страшно когда человек на испытательном сроке не задает ни одного вопроса я периодически прихожу и тыкаю в него палочкой из разряда чувак ты вообще еще живой там может помочь что надо может непонятно чего это нормально задавать вопросы поэтому не боимся задавать вопросы да мы не работаем почему потому что все таки на испыталовке мы должны показать что мы способны самостоятельно выполнять хотя бы какую-то работу и нам можно доверить хотя бы элементарные задачи но и не боимся лишний раз переспросить а правильно ли я понимаю что от меня ожидается тот а тот а тот а то есть стандартная формулировка валидации предположения со стороны бизнес-анализ правильно ли я понимаю что и всегда уточняйте цель вашего испытательного срока и тот скажем так success-фактор который будет ключевым то есть где надо добежать а где можно немножечко и отстать наверное вот это вот основное у нас как раз есть вопрос добрый день вы говорите что не не бойтесь пробовать идите на собеседование что делать если не зовут на собеседование или на что обращать внимание на что обращает внимание рекрутеры когда ищут джуниор специалист наверное я попробую ответить возможно немножко меня поддержат и попробую вопросы ставить на о том чтобы комплексно к ним подходить и бежать по нашей джентль что же делать если не зовут на собеседование нужно понять причину как правило причина кроется в самом человеке то что я говорю начните как минимум из ваших соцсетей если вы там в обнилку своими друзьями пьете пиво соответственно уже выводите то что скорее всего вы на работу не попадете потому что ваше хобби ваше увлечение это пить пиво с друзьями что я рекомендую в первую очередь это привести свои соцсети в порядок навести тюнинг соцсетей сделайте так что вы хотите попасть к примеру на работу разработчика читайте статьи делайте репосты эти статьи интересные HR в любом случае будут смотреть ваши соцсети второе научитесь правильно говорить начните не бояться говорить самое большое что вас ожидает это то что вы у вас были прокачаны soft skills то есть умение работать в команде умение слушать задавать вопросы важная тоже вещь умение интересоваться всем вы приходите в компанию если вас все-таки пригласили потрудитесь узнать все о компании опять же нужно понимать а что вы делаете для того чтобы вас заметил чат сделайте несколько кейсов очень хорошая тема когда у вас есть уже в резюме проведено нескольких курсов они могут быть бесплатными я веду курсы коммерческие да вот я всегда добираю студентов пять мест я всегда держу две студентов появилась эта заветная срочка я прошел курс это уже будет большущим плюсом для того чтобы вы взяли на работу второе к чему я веду это наведите тюнинг своего резюме вот и все это два простых самых простых правил первое это фейсбуки соцсети все возможные второе это правильное резюме эти метры которые вам поможет прокачаться вас будут только вы это наладите вас начнутся приглашать вас на собеседование вот далее уже нужно будет прокачаться в той или иной своей сфере поэтому очень желательно чтобы вы нашли метр но о метровстве мы конечно же с недельно поговорим Машенька Оля тоже буквально по одной минутке на вопрос мне очень понравилось то что ты сказал я еще хочу добавить сюда что сами попытайтесь выйти на связь с работодателем не бойтесь идти на контакт первым и пишите красивые сопроводительные письма они действительно решают объясните почему работодатель должен обратить внимание на ваше резюме и почему он должен пригласить вас на интервью какую пользу вы можете принести работодателю возможно сейчас это звучит очень пафосно и непонятно и вы думаете боже мой ну чем я там отличаюсь от сотни других но найдите то что в вас есть то что вы умеете опишите какой-нибудь случай где вы применяли эти знания попробуйте себя в какой-нибудь подобный ролик где вы ищете работу например бизнес аналитик или проектный менеджер для социального проекта и уже приобретите какой-то опыт и обратите внимание в сопроводительном письме на это да вы джуниор у вас нету опыта но вот вы уже что-то попытались вы уже что-то сделали вы уже имеете какое-то конкурентное преимущество не надейтесь на то что если вы просто создали резюме где-то на хэдхантере то к вам ринутся работодатели вас звать на интервью проявите сами немного активности и тоже важный совет пытайтесь свое резюме изменять под каждую позицию когда вы создаете некое универсальное резюме и абсолютно везде рассылаете ее веерной рассылкой это выглядит скорее как шаг отчаяния вы не персонализируете все мы любим когда нас персонализируют попробуйте немного добавить проактивность со своей стороны и тоже выходить на контакт с HR спасибо Оля может есть что добавить да на самом деле очень короткий комментарий если вдруг вы проходите либо по программе менторство то есть работаете с ментором либо вы обучаетесь на специализированном курсе либо вы проходите внешне коммерческие или бесплатные курсы попросите рекомендации у менторов либо преподавателей как правило менторы и преподаватели это люди уже с именем ну давайте простите уже за такую фривольность в тусовке то есть это люди с узнаваемым именем и к их мнению могут прислушаться соответственно не стыдно подойти просто попросить а можно ли мне получить рекомендательное письмо для такой-то компании возможно даже ваш ментор или ваш педагог работают уже в этой компании и смогут напрямую с вас вести с тем же рекрутером скажем так в обход вот этого заслонной чаров который просто может не пропустить молодых специалистов потому что ну сейчас не надо спасибо что на вопрос ответили если еще остались вопросы поэтому пишите обязательно рассмотрим после того как закончится у нас впереди еще очень много всего интересного так как как пройти начинающим специалистам испытательный срок мне очень понравился совет я к нему хочу добавить только одно помимо того что задавайте вопрос какова же цель моего собеседования как я моего испытательного срока и как я пойму что я его прошел во время самого испытательного срока время от времени проверяйте вместе со своим непосредственным руководителям или тем кто будет принимать решение что вы закрыли испытательный срок движетесь ли вы в верном направлении или нет потому что может произойти ситуация когда вроде бы понятно и вы начинаете три месяца в Беларуси не знаю насколько в Украине и вы три месяца просто что-то делаете через три месяца приходите вот я сделал а это оказывается совсем не то поэтому время от времени встречайтесь назначайте встречи и задавайте вопрос я правильно двигаюсь я правильно делаю я на верном пути или нет и так же не забывайте забирать обратную связь от всех с кем вы работаете потому что в обратной связи кроется очень много инсайтов которые помогут вам быстрее понять и культуру компании и необходимые софт скиллы то что вам нужно чтобы именно подойти этой компании в которую вы устроились потому что иногда вам могут не закрыть испытательный срок не потому что вы плохой специалист а потому что вы ну так скажем культурно не соответствуете ценностям этой компании поэтому будьте более настойчивы в сборе и адаптации фидбэков всех сотрудников с которыми вы работаете относительно себя спасибо что мне нравится добавить я всегда очень часто повторяю начинающим специалистам то что перед тем как вы начинаете что-то делать сразу уточните какой результат у вас хотят получить то есть если вы не поняли задачу не беритесь уточните несколько раз что необходимо дать в результате иначе вы будете делать результат будет не тот который ожидает от вас второе то что поддержу девочек что в любом случае вы должны переспрашивать получать обратную связь и что еще хочется добавить это то что вы должны быть максимально проактивны то есть на вас смотрят и принимают решение если вы на испытательном сроке сидите и ждете задачи не проактивничаете то в принципе мало вероятно что пройдете на вас должно все гореть вы должны жить вот этим первыми месяцами работы в компании даже в принципе я когда прихожу в новую компанию я первое что пытаюсь понять это а чем я могу быть полезен этой компании я в любом случае месяц два пытаюсь присмотреться что в компании есть такое что я могу улучшить я максимально тоже стараюсь быть проактивным чтобы был всегда на виду вот это ваша основная задача ну тут я немножечко хочу остудить пыл юных голов проактивность да это здорово но она должна быть в меру и она должна быть вовремя и строго дозирован вы не должны быть девочкой или мальчиком праздник которого много скажем так есть моменты когда лучше просто посидеть и понаблюдать и промолчать это скажем так иногда практически невозможно для тех кто только начинает но чуйка где-то может и подсказать поэтому фонтанировать идеями и энтузиазмом надо полезно но с умом не пытайтесь показать больше чем есть у вас внутри потому что если это наиграно и не искренне ну наверное с вероятностью в семьдесят процентов вы провалитесь потому что любой руководитель чувствует вот это двойное дно и не искренность спасибо еще то что я хотел добавить по вопросам тоже когда вы задаете вопросы пытаться записывать ответы не задавайте одни и те же вопросы по несколько раз это будет тоже раз показывать что вы в принципе или не понимаете или же вам плохо объясняют но когда уже объясняют третий раз и вы не делаете ну наверное проблем не в том кто объясняет поэтому то тоже задумайтесь мы переходим к следующему нашему приглашенному студенту так сказать да это Мария Рико она делится своим опытом о своей первой работе как она искала работу какие интересные кейсы были у нее Маша тебе слово приветствую всех да как ранее сказали меня зовут Мария и начать хочется с того что я студентка студентка дневного отделения третьего курса белорусского государственного университета информатики радиоэлектроники то есть я технарь и уже как год я работаю бизнес аналитиком в e-commerce домене компания e-wave и пожалуй самым интересным в карьере в становлении моей карьеры бизнес аналитика был факт того что я не имела опыта при получении работы и также за моей спиной не было прохождения курсов по бизнес анализу просто так для справки сейчас в Беларуси на рынке бизнес анализа наблюдается тенденция того что чаще всего ищут или человека с опытом если мы говорим о джуниор позиции или человек с каким-то минимальным опытом или же с наличием курсов если опыта нет если отсутствуют оба из этих вариантов то вероятность получения офера снижается довольно значительно и если говорить о том как же мне удалось найти работу я могу сразу сказать что никакой магии не произошло это и была неволя случая мне помогло грамотное менторство и также усердная работа долгое обучение примерно полгода я занималась самообучением и пожалуй я начну с менторства я думаю сейчас на звонке даже подключен мой ментор Макс Карабан я очень благодарна ему это практикующий бизнес-аналитик который помогал мне найти правильное русло в моем обучении двигал меня если я заходила куда-то не туда также делился своим опытом конечно же и что очень важно помогал мне с практическими заданиями в самом конце их реализации то есть ревьюил предоставлял конструктивную критику оценивал какие-то недостатки также достоинства и таким образом каждый раз у меня получалось развитие каждое практическое задание я делала все лучше и лучше и таким образом постепенно мне стало приходить побольше офферов из компаний люди просто смотрели ну люди работодатели просто смотрели на задания которые я выполняла и продолжали со мной общение и так спустя много собеседований много практических заданий мне все-таки удалось получить несколько офферов и выбрать самый самый лучший для меня и хотелось бы также рассказать немного о трюках которые я использовала и которые мне помогли когда я только начинала работать потому что я начала работать на втором курсе университета и это довольно сложно совмещать но мне помогло то что начало моей работы совпало с началом летних каникул в университете это очень маленький пунктик но он замечательным образом помогает потому что есть два месяца для адаптации в компании когда нет никакого напряжения извне когда ты погружен в новый коллектив в новые события в своей жизни когда ты полностью делаешь свою работу и другой пункт который я для себя отметила это то что никогда не надо замыкаться и стесняться рассказывать другим людям о том что да ты студент и ты учишься и в особенности важно об этом сказать естественно на работе своему менеджеру сказать что особенно если вы учитесь на дневном отделении не сказать об этом наверное даже считается преступлением потому что заранее об этом сообщив мудрый менеджер как мне кажется сделает правильные выводы и будет более лояльно относиться к такому работнику он будет оценивать его работу и например в моем случае мне менеджер поставил такое правило мне не важно сколько часов в день ты работаешь мне главное чтобы работа была выполнена полностью и качественно вот на таком мы сошлись и соответственно у меня появилось время выделять не работе а учебе вот и еще пунктик который я отметила для себя это сообщить преподавателям в университете при том формате какой-то неформальной беседы о том что да вот я работаю да бизнес аналитиком вот такое вот дело и чаще всего когда это происходит в неформальной беседе преподаватели с пониманием и ну по правде говоря я ощутила какую-то лояльность с их стороны при сдаче заданий уже и при сдаче сессии и кстати интересный пункт что каждый раз когда я рассказывала что работаю бизнес аналитиком мне задавали вопрос а кто такой бизнес аналитик что он вообще делает так что вот немножко я была преподавателем рассказывала им что это что это за люди такие и если говорить о трудностях с которыми я столкнулась я думаю вот этот пункт тоже важно освещать особенно на нашей беседе сегодняшней это недооценка студентов как работников со стороны работодателя сейчас я немножко поясню что я имею в виду на личном опыте я испытала такую ситуацию когда при представлении мне оффера работодатель как будто целенаправленно занижает условия работы ухудшает условия работы которые мне предоставляются это включает в себя естественно уменьшение заработной платы предлагаемой заработной платы и оправдывается это всего лишь одним аргументом тем что ты же студент для тебя работа сейчас это просто классный опыт однако стоит понимать что когда человек принимает решение найти работу когда он ощущает что он ну в принципе неплохой специалист для джуниор уровня он берет на себя ответственность в том что будет выполнять работу полностью и как мне кажется здесь никаких поблажек и вот этих аргументов ты же студент быть не может и вот такие работники должны оцениваться наравне с остальными вот пожалуй все с моей стороны сегодня огромное спасибо еще не все я хотел бы тебе задать один вопрос очень хотела его задать именно тебе и тут как раз вот еще написали в чате как по мне студенческие годы это самые светлые самые классные кайфовые годы наверное в жизни и можете почувствовать свободно уже немножко от родителей что тебя мотивировало пойти на работу я знаете соглашусь с Юлей потому что приходит когда-то момент когда ты хочешь испытать финансовую независимость от своих родителей даже если ты получаешь какую-то стипендию чаще всего ее для студенческой жизни недостаточно и ты начинаешь искать варианты и иногда это заканчивается вариантами работы не связанные со сферой на которой ты обучаешься я решила совместить у меня был опыт других работ которые мне были неинтересны я просто получала деньги а потом решила сделать такой шаг ну почему нет все равно остается время для учебы остается время для общения тем более появляется огромный круг общения на работе это огромный коллектив и там в IT сфере всегда очень много молодых ребят так что я бы даже и не сказала что сильно много теряешь от студенчества когда начинаешь пораньше работать огромное спасибо Мария я вспоминаю свои студенские годы иногда рассказываю своим близким друзьям в том числе Юле и Оле они не верят что это два разных было человека были веселые довольно таки интересные окей мы двигаемся дальше да у нас третий вопрос да и переходим и буквально по несколько минут на этот вопрос я студент нужно ли мне жертвовать учебой ради работы давай начнем с тебя вопрос ну на самом деле я вообще категорически против позиционирования жертвования чем-либо во имя чего либо вы потом себя возненавидите за эти жертвы любая жертва она потом очень больно аукается неважно это про работу про учебу либо про личное я бы говорила о том что даже когда вы студент всегда можно найти вариант совмещения либо договариваемся в институте в университете либо договариваемся на работе у меня были прецеденты когда даже мои однокурсники на тот момент договаривались о свободном посещении то есть было правило профпредметы ты должен быть все сопутствующие типа уж простите меня истории английского там философии еще какой-то вот именно сопутствующие образовательные программы по возможности плюс дополнительно на работе было согласовано что ребята вот в это вот эти дни я буду приходить там позже но и уходить позже мы еще на тот момент работали на выработку да то есть мы на по часовке сидели соответственно обязаны были закрывать по восемь часов пришел позже значит сегодня если не можешь высидеть восемь часов ты потом добиваешь до сорока часов в неделю поэтому жертвовать нет искать компромисс да договариваться обсуждать обсуждать с работодателем иногда бывает такое что скажем студенту не обязательно в принципе все пять дней находиться на работе там ну условно я знаю что некоторые компании берут студентов именно главное куда пошлют да вот уже не разносчик кофе но еще и не боевая единица будем это называть так и знаю что некоторых студентов берут обрабатывать митинги да то есть митинги ведутся под запись и потом надо писать минутки ну не надо студенту сидеть в офисе целый день чтобы дождаться там одного трех митингов он спокойно может получить эти задания на почту либо зайти на не знаю там на гугл диск куда угодно на внутренний файл обменник забрать и дома обработать почему нет то есть все обсуждаемо и да я категорически против чтобы чем-то жертвовать пытайтесь найти компромисс всегда можно договориться спасибо спасибо я добавлю тоже такие вещи что в университете тоже есть очень много интересных вещей а в Кюле говорит что есть разнообразные программы то что можно поехать за границу вы можете тут в принципе работая в компании дальше продолжать быть студентом искать еще возможности также когда мне вот говорят что вот я получил работу все буду бросать в университете зачем мне нужно как минимум две вещи первое все-таки большинство случаев плата за учебу занимаются с родителями подумайте о них что в принципе они к чему-то стремились и что-то складывали подумайте с их родителями и второе в жизни всегда нужна корочка я вспоминаю свои институты у меня два высших образования нужно ли полезно ли то что меня научили в университете процентов 90 случаев нет но тех людей которых я узнал там те подходы те вот именно возможности которые получал в университете мне действительно нужны мне чтобы нужно было строиться в банке как бы в России карьерно я работал довольно таки долго в банке хотя даже я работал в IT я пошел закончил институт банковское дело у меня было уже техническое образование поэтому в принципе это еще одна из возможностей того что вас это интересует если вы хотите к примеру перейти в другой домен или еще что-либо крестное сделать поэтому однозначно нет бросать университет не нужно старайтесь закончить его старайтесь даже закончить магистратуру оно лично не будет знание за плечами не носить тем более корочка сюда может пригодиться о я полностью поддерживаю то что вы сказали и я хочу сказать что если вы уже стоите перед выбором бросать университет или не бросать мое личное мнение нет не бросать но всегда отталкивайтесь от своей глобальной цели у вас должна быть четкая цель в жизни это не одномоментный выбор это выбор который повлияет на вашу дальнейшую жизнь бросить вы всегда успеете если ваша цель сейчас да бросать она полностью соответствует и экологично и вашим ценностям и внутренним установкам и вашему мировосприятию и вы действительно видите что для вас это единственный правильный выбор тогда бросайте но как правило студенты которые так рассуждают вообще редко задумываются о своей глобальной цели там даже на ближайшие пять лет под глобальной целью я имею ввиду именно карьерную цель то есть скорее всего вы можете изменить свое мнение через пять лет и гораздо раньше и от себя замечу что тоже я не понимала этого в университетские годы но я очень хорошо это понимаю сейчас те же ненужные предметы типа истории философии социологии дают если к ним подходить ну скажем не наплевательски а серьезно они дают вам шикарный бэкграунд они расширяют ваше мировоззрение они очень сильно помогают вам поддерживать смолпоти с заказчиками вы выглядите более образованным человеком в их глазах чем грубо говоря человек который просто пишет код печатает что-то там на клавиатуре спасибо огромное Оля мы переходим к следующему кейсу сейчас я передам слово Оле Бойко у нее интересный кейс она не так давно закончила инститет и за свой недолгий кредитный путь она уже сейчас работает на двух работах она работает уже синером бизнес аналитиком и внимание операционным директором компании Тинетвер Олечка тебе слово да всем привет еще раз меня зовут Оля я действительно относительно недавно закончила магистратуру это было почти три года назад и вот когда я ее заканчивала я думала что же мне делать на тот момент я училась в университете университет Шевченко в Киеве факультет информационных технологий это тот же факультет на котором училась Юля и учится сейчас я хотела работать в IT но не знала как подойти к этому IT и кем я хочу работать кажется определилась на тот момент что вот вроде как роль бизнес аналитика мне подходит но где получить вот этот первый опыт я увидела объявление у нас в университете о том что набирают лабораторию всех желающих желательно магистров вы сможете объединиться в команды поработать над проектом меня это заинтересовало я пришла в эту лабораторию и попала в команду к Юле Юля меня пригласила Юля была на тот момент в нашей команде проектным менеджером а я была бизнес аналитиком и я вот вспоминаю это время это как раз было вот ровно три года назад мы сформировали команды мы начали работать суммарно у нас было пять команд но за лето четыре потерялись они вообще ничего не делали а вот мы продолжали работать у нас были дейли стендапы и в результате мы с Юлей получили первую работу ну вот тут начинается самое интересное с каким сложностями я столкнулась на тот момент я была очень стеснительным человеком и любая критика даже если она очень нейтральная вызывала у меня слезы Артур знает не даст соврать Маша тоже в курсе помню как она меня успокаивала на одной из конференций которую мы проводили для бизнес-аналитиков и я понимаю что это для профессионала недопустимое поведение да то есть нельзя на все реагировать слезами поэтому нужно было как-то прокачиваться и я еще очень боялась заказчиков то есть для того чтобы проговорить заказчикам например один вопрос по телефону на три минуты я готовилась 15 минут ну это это для меня было трешем надо было развивать софт скиллы и в этом очень мне помог Артур я начала с ним в свободное время организовывать конференции клубы для бизнес-аналитиков и за это время очень сильно прокачалась я научилась не бояться людей задавать правильно вопросы и правильные вопросы и все-таки более развиваться в сфере бизнес-аналитиков больше разбираться потому что первое время мне было ничего непонятного на работе все ставило в ступор вот наверное Артур было немного непросто со мной но я ему очень благодарна за тот опыт который я получила вот да и в результате я уже имею около двух с половиной лет опыта и продолжаю учиться еще много чего нужно узнать выучить вот но опыт просто бесценный и те знакомства которые я получил за это время оно тоже бесценное да поэтому вот с такого ивент-менеджера который организует мероприятие я доросла до роли операционного директора что тоже очень круто и меня вдохновляет работать дальше и больше это спасибо огромное за такой небольшой рассказ о твоем признанном кейсе давайте переходить к следующему вопросу я как студент как мне профессионально развиваться в своей профессии Оль давай начнем с тебя я думаю что абсолютно точно так же как и любому другому не студенту важно определить свою цель важно определить куда вы хотите прийти через какое время найти поддерживающее и мотивирующее вас окружение сюда относятся в том числе и ментор сюда относятся и нетворк друзья знакомые коллеги которые готовы вам помогать особенно помогать в сложные моменты в моменты неудач и важно составить четкий сценарий что когда и зачем вы будете изучать вам нужны и софт скиллы и хард скиллы и вот тут задавали вопрос в чате в том числе английский язык это все вам нужно это относится к любой специальности в айти неважно бизнес аналитик кем или разработчик всем этим людям нужны хард скиллы и софт скиллы и языки поэтому если кратко цель сценарий поддерживающие окружение спасибо Оля тоже добавили несколько вещей совершенно верно не важно студенты или уже далеко не студенты у тебя уже очень много опыта не стоит остановиться в том что ты достиг всегда нужно искать информацию которая сделала тебя еще сильнее еще профессиональной где-то года два тому назад я жена очень сильно хотела машину я купил машинку и она меня начал возить на работу и за мне на работу ездить 24 километра вроде по киевски меркам не так слишком и много но в целом в принципе когда я ездил на маршрутке я читал очень много книг когда я начал ездить супруга я начал с ней больше общаться но при этом я начал меньше читать книги поэтому я старался четыре дня в неделю ездить все-таки общественным транспортом и за этот период который час в дороге читать что-то новое познавать также вам старайтесь что-то найти в книгах что-то найти в своих более опытных коллегах пытайтесь найти в каждом моменте что-то то что вас может прокачать сильнее не останавливайтесь ни в коем случае на том что вы достигли проводя собеседование мы хотели брать синего специалиста он претендовал на роль руководителя проекта но до этого он был именно бизнес аналитиком с синером уровнем я ему задал вопрос почему ты переходишь с уровня вот я достиг все что могут бизнес анализ не соглашусь в каждой профессии нельзя достигнуть всего сюда открывается новый горизонт а что ты в горизонт не уйдешь дальше дальше и дальше поэтому старайтесь спрашивайте сейчас мы живем в мире информационных технологий просто немеренно интересных информации смотрите за разнообразными группами есть очень классные сообщества есть анализа интересные статьи читайте пробуйте все таки это использовать на практике да ошибаться будете но без того не без этого не ошибаться тут ничего не делать вот Машенька есть ошибаться ну на самом деле вы с Олей наверное озвучили все единственное я поддержу кейс невозможно достигнуть потолка ни в одной профессии в тот момент когда вы почувствуете что все я знаю все закрывайте свою виртуальную трудовую книжку и уходите из профессии вы не находите больше что вас мотивирует двигаться дальше в тот момент когда у вас будет ощущение я бог я знаю все вы станете мертвым специалистом именно как специалистом в этой области придет время менять это нормально да кто-то все-таки устает от профессии любая профессия выжигает если ее периодически не разбавлять чем-то поэтому и Оля и Артур и я и другие наши коллеги кто уже не первый год в системе мы все-таки берем студентов и менторим и где-то ищем другие альтернативы ежедневной работе единственное что хочу подсказать не ставьте себе целью вот я буду читать там по 20 страниц в день профессиональной литературы сгорите раньше чем начнете понимать о чем написано вы просто отобьете себе охотку найдите человека даже по таким этапам найдите человека который просто скажет а вот почитай вот это классная книга она тебе должна подойти есть книги до которых надо дорасти я боюсь у меня запинает половина наверное здесь присутствующих ну вот бей бог раньше чем через три года работы уже боевым аналитиком я не рекомендую читать в принципе мозг взорвется того же Вегерса читать надо на взлете просто для понимания да то есть есть книги которые можно сразу есть книги которые нельзя очень долго как бы не хотелось поэтому просто найдите человека который даст спинок в правильную сторону на каждом этапе развития у вас этот человек будет появляться всегда даже если вы этого совсем не хотите придет кто-то типа Артура скажет ну ты не поняла это был не вопрос это было утверждение и у вас пойдет новый виток развития вашей карьеры спасибо спасибо огромное наша мы приходим следующему кейсу сейчас своим кейсом поделится Вероника она тоже из Минска тоже студент и тоже уже работает Вероника тебе слово всем привет меня зовут Вероника и я сейчас учусь на третьем курсе дневного отделения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники мне кажется мой путь достаточно простой потому что я пришла в одну ту специальность про которую рассказывала Оля в самом начале программист бизнес-аналитик мне казалось что все осталось 4 года я буду классным аналитиком но к сожалению программа построена так что первых два года мы изучаем общие предметы на третьем курсе большее программирование и только на четвертом бизнес-анализ распределение идет сразу после четвертого курса и хотелось бы уже пойти сразу туда куда тебе бы где бы тебе хотелось побыть два года и поэтому я решила искать работу намного раньше мне повезло на первом курсе к нам пришла Настя Мельник рассказывала про встречу сообщества Analyst by позвала нас и я с радостью сходила мне очень понравилось там были люди которые вдохновляли и мотивировали что нужно начать с фиггерса нужно немножко почитать статей вообще разобраться хоть в какой-то теории чем я в принципе и занималась дальше я решила что мне нужна хоть какая-нибудь стажировка либо практика начала искать какие-то курсы не хотела идти на платные потому что мне казалось обидным четыре года я учусь а еще заплатить деньги за то чтобы обучиться этому быстрее и я нашла лабу от IT-академии это у нас такой образовательный центр у них есть курсы а есть лаба где вы на каком-то учебном проекте команда фронт тестировщики и вот команда аналитиков вместе что-то делаете несколько месяцев после того как я закончила вот эту лабу я получила эту хорошую строчку в резюме что вот у меня есть опыт даже на учебном на проекте и начала искать работу искать работу было не скажу что очень легко потому что многие смотрели на возраст смотрели на то что ты еще не закончил университет но в принципе не было не так сложно я услышала стажировки в альфа банке ее закончила и вот уже который месяц там работаю мне все говорили что будет очень сложно совмещать готовься потому что университет занимает много времени и требует сил работа тоже но на самом деле все не так сложно нужно уметь договариваться вот у нас в университете хорошо работают софт скиллы ты можешь договориться с любым преподавателем каким бы сложным и принципиальным он не казался главное просто дать понять что ты готов ты готов взять какую-то ответственность на себя где-то помочь да возможно там нужны какие-то исследования провести методички написать или что-то еще либо просто взять дополнительное задание но показать что все что ты упускаешь ты наверстаешь сам и будешь готов к экзаменам сдаче и так далее вот еще из трудностей с которыми столкнулась в самом начале было в том что когда я пришла мне казалось команда думает что я глупая мне казалось что все меня не воспринимают но на самом деле наоборот команда была открыта просто я так боялась задавать вопросы что было сложно в принципе понять как только я поняла что люди ждут моих вопросов и готовы мне ответить стало намного легче вот и с университетом совмещать это несложно да бывает так что ты должен быть в двух местах одновременно но везде можно договориться просто расставив приоритеты решив что ты должен сделать чтобы исправить ситуацию там где тебя сейчас нет и в принципе все получится огромное спасибо огромное спасибо Вероника за свой кейс успехов тебе и дальше продолжение твоей карьере огромное спасибо что ты была с нами рассказала о своем кейсе давайте дальше продолжать я всегда вот люблю делать что-то спонтанное да следующий вопрос у нас это нужен ли ментор я хотел бы подключить к этому разговору Максиму Карабана сегодня задали что он ментор скажи пожалуйста Максим если есть такая возможность у тебя зачем ментор и что тебя мотивирует быть ментором Максим ты можешь считать да конечно меня слышно да слышно всем привет нет ну конкретно что меня мотивирует быть ментором это давать людям знания и смотреть как люди растут и в ходе того когда я выращиваю так сказать взращиваю новых ребят я понимаю что я даю им больше чем использую сам я понимаю что где-то они становятся сильнее чем я а когда человек находит работу то есть это огромная прям бальзам на душу вот поэтому своих менти я формально ищу сам я сам на них выхожу через общих знакомых сам к ним прихожу говорю ребят хотите вас поментарить нет такого что ко мне наверное люди сами еще не обращались я обычно сам хожу как голодный такой кому бы поментарить кому помочь как-то развиться ну и если так в сумме резюмировать основное что меня мотивирует это дать человеку больше чем я знаю сам и увидеть что он он достигнет чего-то то есть если я вижу что человек не заинтересован или что он хочет просто войти 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 ради денег ну я с ним работать к сожалению не буду мне будет это просто неинтересно потому что как правило такие ребята не сильно замотивированы они просто работают ради работы как бы от звонка до звонка а те ребята кто реально хотят там разрывать они и ночью будут работать они будут там эти знания впитывать и у меня есть примеры когда ребята там за месяц просто сами очень много поглощали информации находили работу причем есть те кто даже влетал на такие позиции что неожиданные очень когда человек без опыта влетает на медла не знаю как это происходит ну и это конечно основное ну и плюс меня еще подкармливают в конце отлично спасибо огромное Максим пожалуйста думаю для тебя для всех еще раз повторюсь я люблю за такие вот интересные кипиши устраивать вот что касается моего опыта менторства менторством занимаюсь уже более пяти лет почему этим занимаюсь когда там в нем давно когда я пытался постичь основы IT пытался как-то конкурировать с теми же там ребятами которые у меня были в университете которые уже достигли какие-то уже там позиции интересные мне было очень сложно потому что у меня не было в принципе кого спросить мне приходилось читать очень много литературы которая в принципе где-то помогала где-то мне все эти литературы что я прочитал это просто недели времени и я узнал там 10-15% полезной информации очень важно чтобы был человек который вам поможет в одной из компаний которая пришел работать это БМС консалтик там были ребята которые мне помогли сделать первые шаги да меня взяли туда сразу же взяли меня как обычным бизнес аналитиком я пришел туда из банка консалтиковую компанию то есть там пришел и заказчик исполнительной компании исполнителей мне было сложно адаптироваться потому что как бы вроде бы когда ты выступал заказчик где-то немножко легче и спокойнее а когда ты именно исполнитель тебя ожидает всегда намного большего в принципе ты еще впереди всех и защищаешь свою команду и пытаясь тоже правильно сотрудничать со своим заказчиком и здесь было два человека которые мне помогли перебороть самого себя и где-то вот здесь мне не хватало всю жизнь когда я уже начал организовывать сообщества и меня просили помогать я видел что то что делаю я приносит пользу другим я верю в то что все что делаешь это добро оно возвращается возвращается на охрану у меня очень много ментей я уже там не знаю выпустил там порядка наверно 30-40 человек при помощи уже даже перестал там считать при помощи эти нетверка уже работу нашло почти 500 человек 493 человека из них 10 процентов это мои ментя которые в принципе я помогал найти работу что мне еще дает менторство это как Маша говорила оно разбавляет мою как-то вот будино что ли да вот каждый день все одно и то же и то же некоторые вещи они даже забываются и когда эти менти спрашивают слушай что это такое ты начинаешь вспоминать то что было до этого и начинаешь опять что-то опять освежить в своей памяти или же даже почитать это помогает тоже держать себя в тонусе что еще есть очень классно такая фраза учителя продолжается в своем ученике и я всегда помню всех учителей которые помогли мне дать эти первые шаги правильные очень классно помню своего первого учителя в первом классе очень хорошо помню физика который мне помог выбрать профессию очень много очень благодарен историку уже в университете не в техникуме а в бурситете в бурсе да за поведение выгнали со школы и мне пришлось идти в училище профессиональное он мне помог разобраться в себе это у нас был классный руководитель он помог мне разобраться в себе направить на правильную мысль очень благодарен самому декану который подсказал куда мы всю энергию кинуть вот поэтому ментор в любом случае важен что самое главное в менторстве что вы были максимально мотивированы не ищите ментора если вы не замотивированы в этой профессии потому что это будет накладно и вам и ментору ментор просто потеряет время а вы проведете бесполезно в первую очередь его часы которые он мог потратить ну вот передаю слово Машу Маша тебе слово да на самом деле у меня короткий вопрос Максим очно не знаком и надеюсь скоро исправим это меня зацепил вопрос в конце покормят можно два слова чем кормят и когда этот конец ну смотрите тут по разному бывает опять же некоторые ребята за месяц находят у них это получается некоторые там полгода и дальше плюс остальными со всеми своим менте я все равно продолжаю держать контакт у меня есть свое собственно небольшое комьюнити у нас даже было несколько уже митин митапов небольших был одиночный митап давайте объединяться по-моему уже давно пора один онлайн митап вот и мысль я стараюсь ребятам даже уже когда они работают помогать покормят это скорее такое лично мой пунктик такой там из разряда когда человеку делают оффер и он попадает на работу такой ну что пойдем поедите окей интересный кейс надо взять на вооружение Маш если позволишь я тоже расскажу чем меня кормят у меня тоже есть правила у меня тоже есть плата вот каждое то что делается в жизни должно быть оплачено нет это не деньги я каждой моменте отдаю правила если я тебя чему-то научил то если ты получил при помощи моих наставнов работу ты обещаешь мне что когда вывести хорошего специалиста обучишь как минимум одного специалиста то есть про отличие то доброе дело Ваши спасибо ну на самом деле я подозреваю что здесь достаточно много будущих бизнес аналитиков кто присматривается к менторам потому что как показал последний наш предпоследний да это последний предпоследний наш прямой эфир ребята такие активные ищут менторов сейчас были несколько обращений я не скажу что я вот такая альтруистка уже прям до корней волос нет Артур правильно сказал любая работа должна быть оплачена вопрос чем да вот вариант покормиться я думаю что после того как вернемся в норму после карантинных отсиживаний как-то 44 дня в закрытом помещении дались слышаться но тем не менее да это классный способ нажиться на своих менти почему менти наверное это вот тот стимул понять что я ничегошеньки в системе не знаю я вообще ничего не понимаю почему любой менти который приходит со своей проблемой он приходит с конкретным вопросом человек когда вообще дозревает до поиска ментора он понимает что ему где-то болит и вот когда он приходит формулирует тебе вопрос ты садишься и думаешь так а я чем вообще последние десять лет занималась это вообще откуда ну марку терять нельзя да все таки опытный специалист вроде как будущий ментор быстренько делаем покерфест начинаем перебирать все возможные варианты и вот так любой менти он стимулирует мои студенты которые вот как на моих курсах так и сейчас один яркий представитель солнечный сидит тут ждет своей очереди высказаться это люди которые не дают расслабиться да то есть ты когда приходишь к новой аудитории ты не должен дать себе право упасть косичками в грязь потому что на тебя смотрят широко открытыми глазами ты гуру ты пришел преподавать и ты иногда выискиваешь очень интересные кейсы и ты все равно находишься в тренде да то есть это стимул постоянно развиваться постоянно двигаться вперед потому что ну придет кто-то нахватавшийся по верхам прочитавший одну статью которую ты просто физически не успел прочитать и тебя аккуратно превселюдно загонят под плинтус меня под плинтус загонять неудобно я большая плинтуса маленькие да но тем не менее будет неприятно поэтому вот работа ментором она все-таки действительно стимулирует двигаться и не дает заржавить мозгам потому что кейсы чем дальше ты ментор тем сложнее тем интереснее вкуснее у тебя кейсы и это классно это реально классно и спасибо и спасибо машам еще что хотелось сказать что на следующей неделе мы с Олей будем проводить такую менторскую сессию более детально разбирать вопрос там опять же в теле масте такой Киев Минск тоже для ребят с Минска для ребят с Украины будем более детально разбирать кейс менторства поэтому есть у вас желание следите за анонсами в сообществах на Листбай и Тинетворк Оля ссылочки пожалуйста брось в чат уверен что найдете много полезной информации как и на Листбай так и в Тинетворк там укладываются только лучшие материалы Оля теперь тебе слово о том нужен ли ментор я считаю что нужен ментор он даже необходим любому специалисту не только бизнес аналитику и он нужен на любом этапе развития карьеры возможно когда уже сеньор бизнес аналитик рассуждает ну я же уже чего-то знаю может быть формальный ментор ему не нужен но тут скорее подойдет неформальный ментор или кто-то из тех кто занимает более высокую позицию в компании чтобы у него чему-то научиться этот человек может он даже и не осознает что он менторит но тем не менее он передает какие-то свои знания и немножко по-другому позволяет уже более опытному аналитику смотреть на вещи еще я разделяю понятия обучения аналитиков с нуля и менторство для меня именно то как я занимаюсь менторством это не люди без каких-либо знаний это не аналитики вообще без минимальных знаний почему так я считаю что это профессиональное обучение это уже полноценная учебная программа она должна соответствовать каким-то высоким стандартам и она должна быть более-менее формализирована для меня менторство более гибкое оно больше заточено на индивидуальные потребности оно больше заточено на индивидуальные цели поэтому я работаю с уже практикующими аналитиками пусть у него тоже три месяца опыта но он уже хотя бы имеет какое-то представление о том, с чем он работает, у него уже есть реальная компания, реальная команда, реальный проект, у него уже есть реальные потребности и цели, вот уже исходя из этого можно ему помочь, можно с ним работать. И тут говорили о том, на каких условиях, я очень долгое время, наверное, полгода я работала с ребятами бесплатно. И знаете, это было самое большое разочарование в моей жизни, я поняла, что то, что дается бесплатно, к сожалению, вообще никак не ценится. И я решила, что у меня менторство будет стоить маленькую денежку, но когда ты ее отдаешь, ты понимаешь, что вот сейчас ты платишь эту маленькую денежку, но ты за него и ответственность другую имеешь, ты пытаешься взять какие-то знания. Может быть, я пересмотрю свою программу, может быть, мне попадутся более классные менти, которые будут гореть. Но то, с чем я сталкивалась, когда приходит менти такой садится и говорит, ну давай, мотивируй меня, ну давай, вдохновляет меня, меня это очень сильно смущает, потому что, ребята, это же вам нужно, это же не мне нужно. Соединюсь опять же к Артуру Кмариеву. Менторство позволяет вам расти. И даже тому маленькому аналитику с четырьмя месяцами опыта я рекомендую найти своего менти. Пусть это будет не бизнес-анализ, пусть это будет вышивание крестиком, пусть это будет вязание крючком, но когда вы отдаете, вы растете, вы тоже что-то получаете. Я не знаю, как это работает вообще в глобальном смысле, но это очень помогает вам лично расти и развиваться. Поэтому круговорот менти в природе – это такая классная вещь. Спасибо, Оля. На сегодня у нас еще один кейс из личной жизни, не личной жизни, а профессиональной жизни, скажем так, да. Данил Ченков, слово тебе. Нас представляет уже город Львов. Да, всем привет. Как мне представили, меня зовут Даня. На данный момент я учусь на втором курсе IT-степ университета. И работать я начал на самом деле намного раньше, чем вообще университет. Я начал работать еще в 15, и это не были работы в стиле раздачи листовок. Я реально очень себя переоценивал, и я занимался разработкой сайтов на заказ. Это Upwork, это Freelance. И мне это быстро надоело, и у меня это получалось не сильно круто. И я решил себя каким-то образом стимулировать, что я советую делать вообще всем. Я сказал, что я в 18 хочу купить себе тачку. И после этого я пошел работать с админом и проработал там полтора года. На данный момент это один из приятнейших моих экспириенсов. Это была самая ленивая и самая скучная работа, на которую мне платили. Потом я прошел в районе, уже в конце первого семестра, первого курса, я понял, что до 18 лет осталось немного, и денег у меня все еще не хватает. И я начал бегать по собеседованиям. Сам я программист, я бегал по IT-конторам, в стиле софт-серва, ЕПАМа, НХ и так дальше. Набил орду шишек вплоть до внешнего вида на собеседовании, вплоть до лексики, вплоть до всего. И сейчас я работаю, на привилокий жаль, я работаю преподавателем в IT-степ-академии. Это как университет только для малышей. Что удивительно, я люблю эту работу, я очень много всего выучил, и по собеседованиям я на самом деле, даже я не знаю, что сказать, я никогда не записывал того, как, я не запоминал, я не запоминал, что я делал, я не запоминал, как я это делал. Я просто ходил, бил шишки, и как-то вышло. Сейчас на самом деле, я еще курирую несколько стартапов, и благодаря моей любимой преподавательнице, Марии Поповой, которая несколько раз меня приводила в чувство парой фраз. Сейчас я разрабатываю, прорабатываю свое дело, которое, скорее всего, стартанет, и да, тачку я таки купил, и я очень этому рад. Вот как-то так. Спасибо, Даня. У нас наша, по сути, основная сейчас закончилась. Мы попробовали ответить на все вопросы, которые ставили нам до начала встречи. Мы подобрали лучшие кейсы студентов, которые уже работают, и сейчас готовы отвечать про ваши вопросы. Вы можете сейчас включить микрофон и задать свои вопросы. Ну вот, прежде чем кто-то включит микрофон, задаст вопрос, или его напишет, у нас есть один вопрос. Подскажите, как бороться с ленью и найти мотивацию? Возможно, есть соображения на этот вопрос. Можно я отвечу? Давай. Никак. Проверено длиной карантина. Реально, ну, либо вариант, как у Данилы, то есть ставим себе цель и не шагу назад, но это будет больно. И где-то все-таки придется себя и пожалеть, и разрешить себе быть ленивым. На самом деле, лени не существует. Есть защитный механизм психики. Кстати, вот по себе заметила, реально, больше сорока дней у нас в Украине длится карантин. Мы работаем из дома, рабочий день удлинился, ужесточился и стал менее планируемый и менее адекватный на самом деле. Ну, потому что все сидят дома, а что бы не накинуть еще сверху. В какой-то момент приходится даже принудительно себя заставлять лениться, потому что мозг отказывает. Поэтому лень это неплохо. Но лень должна быть объективной. Если у вас не стоят руки на какую-то задачу, может быть, ее и не надо делать. Либо найдите причину, почему вы ею не хотите заниматься. Непонятно, страшно, боитесь провала, боитесь попробовать что-то новое. Это не про лень, это про страх. Либо просто реально устали, мозг не запускается, а задача кажется тривиальной. Но отложите вы ее. Отложите на день-два, если сроки терпят. Потом вернетесь и реально сделаете ее намного быстрее. Если бы хотелось добавить, если мне лень что-то делать, значит, это не то, что действительно меня вдохновляет. Мне лень иногда мыть посуду. Поэтому я купила посудомоечную машину. Теперь все довольны. Если меня что-то не хочет делать, опять же, тут тоже правильно Маша сказала, что или я устал, или же мне это дело неинтересно. А как найти мотивацию? Тут нужно понять, а что вы хотите добиться в жизни? Как сказал, очень, я цитировать не буду, потому что с матами, как сказал один из лучших дизайнеров мира, Артемий Лебедев, что меня мотивирует? Да идите. я уже езжу на машине. Вот и все. А что у вас, мотивирует? Значит, мотивацию еще не нашли. Я еще добавлю, что очень важно различать отсутствие отдыха и лень, потому что вы можете быть просто действительно истощены физически, морально. Вы устали, ваш организм устал, и он путает это. Если вы не устали, попробуйте проверить, отдохните, позвольте себе день-два, может быть, вам нужно больше отдохнуть. Если после этого сил не прибавилось, то, возможно, стоит копать глубже. Но очень часто бывает, что, особенно это бывает у перфекционистов, у тех, кто привыкся делать великолепно, отлично, там, синдром отличника, он жмет, просто вот выжимает из себя до максимума, а потом, ой, я, кажется, ленюсь. Да вы не ленитесь, вы просто устали, вы же человек, вы биологическое существо, и вам нужен отдых. Позвольте себе отдохнуть. Да, сто процентов. Все ответили на вопрос, да? Потому что у нас есть еще один. Расскажите поподробнее про нетворкинг, где найти ментора, где найти людей, которые уже в тусовке? Я, если можно начну, это Минск или Киев, Украина, Беларусь? Киев. Отлично, Киев, очень просто, найти нетворк, ссылка есть, найдите меня там, напишите, нетворкингом будет просто неверено, и там все люди в тусовке. Захотите нам помогать, вообще без проблем, покажете себя, еще будет, будет, это немножко зарабатывать. Вот, поэтому пишите действительно много классных людей, много людей, которые готовы брать вас в менки, но тут нужно быть понимаемым, покажите, что вы действительно вдохновлены тем, чем вы просите, чтобы вам помогли развиваться. Это очень важно. А как найти ментора и как правильно работать с ментором, мы с вами расскажем в среду, если захочет еще кто-то подключиться в качестве эксперта. Будем рады видеть. Да, и ссылку на профиль Артура я скинула в чат, так что обращайтесь. Но я все-таки, как всегда, Львов с Киевом конкурирует, да, извечная конкуренция за лучших специалистов, за лучших спикеров и прочее, прочее. А на самом деле IT-нетворк это уже не только киевская тусовка, это уже и львовская тусовка. Спасибо большое, что ребята таки дотянулись до Львова, мы очень ждали вас здесь. Днепр, и до Днепр. Вот, и уже до Днепра даже дотянулись. То есть, мы стараемся все между собой общаться вне зависимости от городов. Не зацикливайтесь на менторе из вашего города. Не обязательно это, тем более, вот последние события в мире показали, что очная встреча, да, она приятна, посидеть за кофе, пообщаться, обсудить что-то, кроме работы. И заодно побаловать себя вкусненьким. Но в то же время абсолютно эффективно мы с вами вот общаемся уже полтора часа, да, в живом формате. Да, возможно, что-то страдает, да, возможно, мы не привыкли к этому. Но ментор, это в первую очередь грамотный пинок в нужном направлении. Его вполне возможно направлять и из удаленных городов, и это не проблема. И самое главное, Артур говорит, вот покажите, что вы горите, да, вы просто поймите, вы вообще в системе хотите оставаться? Вы в профессии хотите быть? Вы хотите этим зарабатывать себе на кусочек хлеба с маслицем и еще кусочек руля от будущей машины? или это просто потому, что вот это модно, стильно молодежно? Я думаю, что и Оля, и Артур, и я, мы люди, которые пришли в бизнес-анализ еще когда это не было мейнстримом. Мы просто это делали, потому что это было интересно, вкусно и ново. Мы учились с нуля, а сейчас это, можно сказать, уже хайпово. Определитесь, вы реально здесь или вы просто хотите попробовать. Если попробовать, ищите человека, который, ну, как минимум сможет вам показать, что это такое и заинтересовать. Если вам нужна реально профессиональная помощь, вы ищите, слушайте людей, как они выступают, как они пишут статьи, как они отвечают на комментарии, тогда вы поймете, где ваш человек, который сможет вас дальше курировать по развитию. Это все-таки немножко два разных направления. заинтересовать профессией и помогать расти и развиваться. Позвольте я еще расскажу о своем примере, как я искала своего ментора. На самом деле, когда я искала ментора, я просто, наверное, не знала, существуют ли они на русскоязычном пространстве, возможно, они уже были, а может быть, еще и нет. Я искала среди авторов, которые часто публикуются на англоязычных источниках, на англоязычных ресурсах. Я думаю, если вы читаете что-то по бизнес-анализу и обращаете внимание на имена авторов, то вы видите, что их не так много. Я им рассылала письма, находила их в соцсетях, в Фейсбуке, в Линкадене, и таким образом я нашла себе своего ментора. Поэтому тоже такой вариант имеет место быть. Возможно, кто-то так тоже может сделать. Я знаю, что один из аналитиков, с которым я общалась, именно таким же образом нашел своего англоязычного зарубежного ментора. Поэтому ищите, все возможно. Было бы желание. кто ищет этот сигнал. Хорошо, спасибо. Есть еще один вопрос. Сложно ли совмещать работу и обучение с ментором? Работа не в IT. Кто готов ответить? Это приблизительно то же самое. Сложно ли совмещать учебу с работой? В принципе, все возможно. Тут немножечко потребуется, наверное, я просто рефлексирую на своих менти предыдущих, особенно те, кто только входили в профессию. Немножечко больше потребуется времени для самоорганизации и переформатирования. У вас станет чуть меньше свободного времени. Потому что ментор, когда, если вы совпадаете с ментором по видению и по направлениям, ментор у вас сцепится пульдожьихваткой и начнет закидывать чтивом всякими видеопрезентациями, презентациями и домашними работами. То есть у вас будет львиная доля еще и на попробовать самому, особенно если это только вход в профессию. Поэтому тут, наверное, не столько сложно, сколько придется. Вот тут, наверное, придется пожертвовать, возможно, парой часов тупления в сериальчик в пользу того, чтобы научиться чему-то новому именно в профессии. И то недолго. Где-то, наверное, через месяц-два активная работа с ментором у вас просто выработается привычка, что свободного времени на два часа в сутки меньше, чем было раньше. И это станет естественным процессом. я рассказывал свой кейс, я тоже у меня длинный послужной список карьерный, да, рассказал, что был и учителем, и с админом, и разработчиком, и системным аналитиком, и бизнес-аналитиком, и проектным менеджером. Что меня мотивировало что-то менять. Когда я работал учителем, у меня, соответственно, я понимал, что зарплата, которую платит мне государство, потому что еще деток, ну, как-то у него не совсем можно жить, возможно, выживать, но не жить, и то не всегда, не дай бог, заболел, или порвали с последних штаней, все беда, не за что пойти покушать. Это меня мотивировало дальше развиваться, я понимаю, а что мне еще интересно, что меня еще мотивирует. И вторую линию, пока я работаю учителем, я запускаю линию системно-администрирование. Тем образом, параллельная работа, я начинаю изучать какую-то новую дисциплину. К сожалению, в мои годы еще не было сильно развитым интернет, что можно было найти какое-то мега-сообщество, найти где-то ментора, поэтому приходилось уже там спрашивать у своих ребят, искать какие-то мелкие тусовки, выходить с ними на пиво и что-то там у них спрашивать. Ставшись с админом, я понял, что все-таки, наверное, программировать мне было бы интересно. Не параллельно работая с админом, я уже начал писать какие-то небольшие программки, какие-то очень простые, собрались с другом и начали писать карточную игру. Вуаля, через полгода мы ее написали, даже начали играть. Написали этого не маленько, не простая, это не дурак, а целый кинг, это практически преферранс. Я выступал и бизнес-аналитиком, и разработчиком. Далее, когда уже какой-то был бэкграунд, когда я пришел, я говорю, что ты умеешь делать, почему ты хочешь быть в программе, что ты умеешь делать. Вот, и группу написал, смотрите. мы ее писали еще на Пасхале, многие знают, что такое Пасхаль, да, слезы намаживаю, видно, понимаю. С графикой там вообще была беда, и поэтому там Пасхаль это был супер вызов такой хороший. Далее, когда работал программистом, мне как-то пьем пришел, я был бэкгенщиком, пришел, слушали, ну, короче, тут надо пару формочек накидать и сделать их адаптив. Я потратил три ночи и подумал, да ну нафиг. И начал смотреть немножко в разные стороны и понял, что вау, а если все-таки этот язык умрел в программировании, что мне нужно было сделать, чтобы опять стать хотя бы минимум медл-специалистом в новом языке программирования, там, опять же, года два-три. Я для себя понял, что нужно что-то еще искать. Я открыл для себя такую вещь, как бизнес-анализ и система-анализ. А я пришел легко анализ, потому что он таки нехорошо знал сам продукт. И таким образом, параллельно работая программистами, начал развиваться как системный аналитик, понимать, что же такое, как с ним работать. И больше мне, наверное, все-таки нравилось, потому что я очень люблю общаться, люблю там публичные выступления, нетворкинг, и я понял, что это как раз или бизнес-анализ, или управление проектами. Я очень сильно никогда не хотел быть руководителем, к сожалению, последние там 7 лет я занимаю именно руководящую должность, но где-то меня там напрягает, где-то вижу, что я могу что-то поменять в компании, это тоже мотивирует, тоже такая палка с двух концов, и параллельно опять же начинаю развиваться. поэтому совмещать нужно, да, мне больше всего повезло, что сейчас моя работа, это мое хобби. Сложно совмещать? Сложно. Это нужно все время держаться в тонусе и думать, что все-таки вот нужно что-то интересное посчитать. Сейчас тоже очень много считаю литературой, уже там, да, все-таки хочется развиваться как топ-менеджер, думать о стратегических более вещах, выводить эти network на еще выше уровень, хотелось бы, чтобы это сообщество объединялось другими сообществами и, похоже, захватила, ну, покрыла, не только Украину, но и, как бы, Беларусь, и Казахстан, и Россию, и другие-другие страны. Хотелось бы объединять сообщества и делать еще более масштабнее, что-то более-более полезнее для других. Вот как-то так. Поэтому я всегда стараюсь развиваться, и это действительно сложно. Оль, можете еще добавить? Так, нет, я скажу, что я полностью присоединяюсь к тем спичерам, которые передо мной выступили. Мария, Артур, вы все правильно говорите, я вас полностью поддерживаю, я даже более того скажу, ментор требует от вас определенной работы. Если вы неуверенно сможете совмещать, не сможете совмещать, попробуйте протестировать на небольшой какой-нибудь итерации. Попробуйте, получится, не получится. Я не скажу, что это требует прям фулл-тайм работы, что вы будете загружены на 8 часов, но, конечно, от вас будет требоваться что-то выполнять, и как активно вы будете работать, сколько вы будете выполнять, зависит от вас и от того, насколько вы мотивированы. Если вы считаете, что посмотреть сериальчик более приоритетно, чем выполнить задание ментора, ну, это же ваши приоритеты, это ваша зона ответственности. Какой бы классно у вас ментор не был, сколько бы он не знал, вы все равно от него сможете взять ровно столько, сколько вы в состоянии себя впитать этой информации. Поэтому, если вы сомневаетесь, получится, не получится, протестируйте на чем-то маленьком. И еще хочу отметить, что бизнес-анализ это все-таки в том числе от слова бизнес. Возможно, что даже работая не в IT, вы сможете применять те задания, которые будет давать вам ментор в своей профессии, в своей другой сфере деятельности. Попробуйте смотреть на бизнес-анализ не только как на требования к информационным системам, но и более в широком смысле в том, как понимает бизнес-анализ глобальное сообщество. Потому что за границей бизнес-анализ это не про требования, это про бизнес. Попробуйте немножечко расширить свою точку зрения. Возможно, что вы вместе с ментором сможете выработать тот подход, который позволит вам использовать свою нынешнюю работу или свою нынешнюю индустрию тем образом, где вы можете наиболее эффективно отрабатывать те задания, которые дает вам ментор. Да, хорошо, спасибо. Я смотрю, что у нас больше нет вопросов. В принципе, у нас задавался аналогичный вопрос, но Оля уже, я думаю, на него ответила по поводу ментора. Возможно, вы хотите задать вопрос лично, можете учить микрофон и задать его, не буду задавать, я готов еще отвечать на вопрос. Окей, если вопросов нет, хотелось что еще добавить, подписывайтесь на наш канал IT-нетворк, сейчас очень много будет интересных стримов, очень много будет интересных встреч онлайн, ближайшие встречи будем говорить о таком этапе, как пресейл, и следующая встреча будем говорить о таком классном, отличном человеке, откроем некую категорию, да, жизнь замечательных людей, профессионала, мы рассмотрим кейс Дениса Кобова, как он стал лучшим аналитиком Украины, одним из лучших аналитиков СНГ, возможный всего мира, разберем его кейс, после чего в следующую, через среду, мы с Олей проведем тоже стрим по метро, детально рассмотрим, кто такой метр, кто такой ментик, как взаимодействие строится, что требуется от этого всего, этим опять же мы все в вашу опрос, у нас идут и для уровня начинающих бигиннеров, специалистов будут стримы и для уже прокачанных будет тоже интересно очень много всяких вещей. Надеюсь, что скоро закончится карантин, мы выйдем уже опять же в наше привычное русло проводить очень много интересных встреч, присоединяйтесь, с вами было два самых отличных сообщества, которые я знаю, это Алисбай, который мне помог вырасти бизнес-аналитик, который меня вдохновил создать такое сообщество как IT Network. Спасибо, что были с нами, спасибо нашим экспертам, которые было, огромное спасибо всем студентам, которые присоединились и поделились своим кейсом. Мы не прощаемся с вами, мы говорим до свидания, до новых встреч, еще раз огромное-огромное спасибо всем. Всем спасибо, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. До встречи. До новых встреч. Спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok